Продолжение следует... 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 Дальше, мы хотим доказать, мы, итак, В1, 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 Независимый, f-инъективно, нужно доказать, что вот эти векторы линейно-независимы. Значит, нужно рассмотреть их линейную комбинацию, равную нулю, и показать, что у нее в центре все обязаны быть равны нулю. Значит, рассмотрим какие-то коэффициенты λ1 и λn. Такие, такие, что линейная комбинация. Вот такая вот, равна нулю. Вот, нужно доказать, что все λ равны ну. Вот, давайте подумайте, у вас уже опыт есть, как будем делать это, используя результаты доказанные. Значит, мы знаем, что отображение линейно, поэтому f от, значит, вот такого, если взять любые векторы и любые коэффициенты. Если у вектор, а лям, д, числа, то в линейном отображении имеем вот такое равенство. Используя это, а также теорему 1, скажите мне, как доказать? Используя это, а также теорему 1, скажите мне, как доказать. Ну, смотрите, тут вот я, такой намек. Смотрите, мы имеем вот эту разницу, да? Здесь стоит линейная комбинация векторов вида f от u, и она, и говорится, что левая часть равна правой, то есть f можно вынести вперед. Ну, а здесь у нас тоже похожая вещь стоит. Значит, уместно f вынести вперед. f, получается, что f от вот такой линейной комбинации равно 0. А у нас есть теорема 1. Она говорит, что линейное отображение объективно, тогда это вот тогда, тогда это вот тогда, когда для любого, для любого ненулевого v, это v не равно. Какой вывод? Если v не нулевой вектор, наше отображение объективно, поэтому для любого ненулевого вектора v, f от v не равно 0. А у нас получилось, что f, примененное к этому вектору, равно 0. Что значит? Отсюда что я делаю? Оно f не активное, это уже мы знаем. Нам надо про векторы что-то доказать. Нам надо, надо нам доказать, что лямбды равны нулю. Нужно доказать... Нужно доказать, что лямбды и т все равны нулю. И знаем мы, что векторы v и t линейно независимы. А почему это? Мы хотим доказать? Ну, значит, смотри, мы хотим доказать, что вот эти векторы f от v, 1, f от v, линейно независимы. Мы... Как доказывать, что векторы линейно независимы? Написать линейную комбинацию, равную нулю, и доказать, что такая линейная комбинация равна нулю, только если все коэффициенты равны нулю. Вот. Итак, мы хотим доказать, что вот эти векторы линейно независимы. Пишем их линейную комбинацию, равную нулю, и доказываем, что все коэффициенты в ней обязаны быть равны нулю. Вот. При этом знаем, что векторы v линейно независимы, и векторы v1, v линейно независимы. И тут мы вот уже вот такое получили. Дальше какой? Следующий шаг какой? А, ну, если у нас такое равенство выполняется, значит, вот эта вот сумма лямбда 1 v1 плюс лямбда 2 v2 далее равняется нулю. Да, значит, по теореме 1, смотрите, f у нас инъективно, значит, для любого ненулевого v, f от v не равно нулю, а у нас v, примененное к вот этому вектору, равно нулю. Следовательно, по теореме 1, по теореме 1, вот такая сумма равна нулю. Так, и что дальше? Она равна нулю, потому что векторы линейно независимы. Да, значит, дальше такой вывод, совершенно верно. Поскольку, поскольку v1, vn линейно независимы, эти векторы линейно независимы, их линейная комбинация равна нулю, только если все ее коэффициенты равны нулю. Вот такое несложное доказательство. следующее определение. Пусть v, в векторное пространство, и пусть нам дано отображение, отображение, отображение f из v в w называется изоморфизмом, если оно линейно и беективно. отображение f из в в в в в в называется изоморфизмом, если оно линейно и беективно. помните, что такое объективное отображение? если оно инъективно, то и беективно. подальше. если, если существует изоморфизм из в в в в, то эти пространства в в в в в называются изоморфными. в в в и по trace если существует изоморфизм, то пространство в по trace и W называются изоморфными. Давайте сразу сделаем пример. Мы рассмотрим такое отображение. Отображение F из пространства R4 в пространство матриц размера 2х2. И оно так у нас будет действовать. Мы берем вектор C. Вектор C допустим страха C1, C2, C3, C4 и R4. И мы должны определить, что такое F от C. F от C должно быть матрицей. Для данного вектора мы должны определить матрицу F от C. Тогда у нас будет отображение из R4 в матрице. И вот, значит, имея такой вектор, как построить матрицу размера 2х2? Берем самый простой путь. Просто элементы, компоненты этого вектора и вопечем в матрицу. C1, C2, C3, C4. Это матрица. Давайте докажем, что это деморфизм. Что нужно проверить? Что F линейно и объективно. Значит, докажем, что F линейно. Что нужно показать? Берем векторы F, допустим, F и U. Нужно доказать, что F от A. А еще берем число линейно. Нужно доказать, что F от P плюс Q чему равно? F от P плюс F от Q. F от P плюс F от Q. А также еще доказать, что F от линейно до P чему равно? Оно линейно до P. Ну вот давайте докажем это. F плюс Q у нас что? П плюс Q просто их складываем. Получается вот такой вектор. F плюс Q 1, F плюс Q 2, F4 плюс Q 4. Дальше. Дальше F от P плюс Q. Это будет матрица размера 2 на 2. А что у нее будет стоять в левом верхнем углу? F1 плюс Q 1. Здесь будет, соответственно, F2 плюс Q 2, F3 плюс Q 3, F4 плюс Q 4. Вот такая матрица. А значит F от P плюс F от Q. Пишем здесь эта матрица и эта матрица. получается вот у нас такое. Плюс эта матрица аналогичная с Q. Нужно нам доказать, что F от P плюс Q равно… Нужно доказать вот это разница. Вот мы написали F от P плюс Q и написали F от P плюс F от Q. Как вы считаете, вот это равно вот этому? Да. По свойству сложения матриц это они равны. Как что доказать? Значит, вот это докажите сами. Уже вы поняли, как оно работает. Сами легко докажете. Теперь биективность надо доказать. Отображение биективно, если оно инъективно и сюръективно. Значит, как доказать инъективность? С помощью теоремы 1. С помощью теоремы 1. Значит, нужно сказать, что если C не нулевой, то матрица не нулевая. Вот, достаточно это доказать. Ну, действительно, если C не нулевой, то матрица не нулевая. Ну, действительно, если C не нулевой, значит, какая-то компонента не нулевая, тогда в матрице будет не нулевая, не нулевой элемент. Это очевидно. Инъективность очевидна. А теперь сюръективность. Давайте, как проверять сюръективность? У нас уже, сейчас мы закончим и пойдем. Значит, сюръективность. Тюръективность, значит, что нужно проверить, что для любой M, для любой матрицы существует вектор, который к нее переходит. Какой-то B из R4, такой, что F от B равно M. Это будет сюръективность. Так. Поплели сюръективность. Какой можно взять B? Да, просто элементу матрицы записать из вектор. Все, прошу вас 418-ю перейти. А на четвертую, на четвертую пару собираемся просписать. Дальше. Посмотрим. Непрошу. Вступила просьба повторить этот пример. Здесь мы строим изоморфизм из пространства F4 и пространство матрицы в размере 2х2. Берем вектор, любой вектор и нам нужно перейти F от C. эта вот матрица, вот так определяем, линейность проверили, инъективность следует из теоремы 1, нужно доказать, что теорема 1, чтобы доказать инъективность этого наобразования, нужно для любого ненулевого вектора показать, что матрица, что это С не равно нулю, если С не равно нулю, значит какая-то компонента не нулевая, Значит, в матрице этой будет не нулевой элемент, и РФС будет не равно нулю, значит, под временем 1 инъективно. А теперь сюръективность. Что значит отображение сюръективно? Вот у нас отображение из Р4 во множество матриц. Это отображение сюръективно, если для любой матрицы найдется вектор, который отображается в эту матрицу. Это просто определение сюръективности. Нужно доказать, что для любой матрицы существует вектор такой, что F от B равно M. Вот это нам нужно доказать. И мы берем любую матрицу, ее элементы, и нам нужно для любой матрицы M построить вектор B такой, что F от B равно M. Но предложение было перед тем, как мы закончили, взять в качестве B вот такой вектор. То есть если нам дана матрица, мы возьмем, дана она матрица, мы хотим найти вектор B такой, что F от B равно M. И предлагается взять в качестве B вот такой вектор, тогда F от B, согласно нашему определению отображения F, F от B равно именно вот этой матрице. То есть R равно как раз M. Так что сюръективность мы показали. А еще можете про инъективность сказать, что у нас? Вот про инъективность у нас была теорема. Значит, отображение, если отображение линейное, теорема, если F линейное, то инъективность можно проверить так. F инъективна, тогда и только когда, когда мы имеем вот такое свойство. Для любого V, для любого ненулевого V, F от B не равно нулю. Вот это свойство достаточно проверить, и тогда отображение инъективно. И вот мы тут его как раз и проверили. Нужно проверить, что для любого ненулевого C, F от C не равно нулю. C ненулевой, если у него хотя бы одна компонента ненулевая. Но если хотя бы одна компонента здесь ненулевая, то F от C, равная вот этой матрице, тоже ненулевая. Значит, у матрицы будет ненулевой элемент. Значит, она ненулевая. Вот. Следующая теорема. Это будет теорема V. Значит, пусть у нас даны три векторных пространства. В-1, W-2, W-3. И есть изоморфизм. Есть у нас изоморфизм. Есть у нас изоморфизма. Вот такой F1, а также F2 в W2, в W3, творный демархизм. Тогда композиция этих отображений тоже является изоморфизмом. Тогда композиция F2, F1, она будет откуда-куда. Вот это отображение, равное композиции F2, F1, тоже является изоморфизмом. Ну вот, будем доказывать, определение изоморфизма вспомним. Отображение F является изоморфизмом, если оно линейно и биективно. Значит, нужно показать, что F2, F1 линейно. Жду ваших предложений, как это доказать. Ну, давайте какую-либо сумму подставим. Проще. Надо пользоваться тем, что мы уже знаем. Надо... Мы не зря старались. Ну, у нас F2 линейно. Была диаремка про композицию линейных отображений. Вспоминайте, пожалуйста. Ну, композиция линейных отображений тоже линейна. Да. Мы доказывали, что если... Вот в такой ситуации, если... Если F1 и F2 просто линейное отображение, то их композиция тоже линейна. Значит, ставим статью 5. Была диарема... Если... Если F1 и F2 линейный, то F2, F1 тоже линейна. Замечательно. А вот объективность, как будем делать... А, ну, вообще композиция биекции тоже биекции. Я согласен. А вы это к ней не доказывали? Где-то так, по-моему. В общем, это я предлагаю всем проверить самостоятельно, что, действительно, если F1 и F2 биективны, то их композиция тоже биективна. Это, наверное, для отображения множеств любых, необязательно, векторных пространств. Пока я стираю, подумайте, почему это верно. А там, по-моему. Их же 30ese. У elkaar. Виктор субтитров А.Семкин Виктор субтитров А.Семкин Виктор субтитров А.Семкин Виктор субтитров А.Семкин 2 объективный 2 в 1 2 в 2 вот проверяйте сами дальше следующий 1 2 2 2 2 3 4 3 4 для любого изоморфизма обратное изоморфизма тоже является изоморфизмом поскольку изоморфизм у нас объективен значит для него существует обратное отображение оказывается что для данного изоморфизма обратное отображение тоже является изоморфизмом в 2 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 17 18 21 22 22 22 22 22 23 21 21 22 28 Нужно заказать. Давайте подумаем о объективности. Почему f-1 объективно? Ну, сейчас. У нас получается для каждого прообраза из V есть образ из W. Значит, для любого единственного образа из W найдется единственный прообраз из W. В общем, сами дома продумайте, но объяснение простое. f-f объективно, значит, оно устанавливает взаимно однозначное соответствие между множеством V и W. У нас f является взаимно однозначным соответствием между V и W. Вот. И вот, значит, так оно. Ну, а если у нас обратное отображение, это обратное соответствие. Ясно, что если в ту сторону оно именно однозначное, в обратную сторону, конечно, тоже. Вот, значит, оно объективно. Поскольку... Вообще, на самом деле, смотрите, обратное отображение у нас определено только для объективного. вопроса. Да? Значит, можно говорить про f-1, если f объективно. Если f не объективно, то f-1 вообще не определено. Вот. Это вот. Продумайте, что... Определение – это обратное отображение. Ну, давайте, кстати, для ясности напишем. Для любого p из w что такое f-1 от p В – это единственный элемент множества. f В такой что f от f-1 p от f-1 от f-1 равно p равно p. Для данного p для данного p для данного p существует единственный ну, давайте, ребят, я здесь единственный элемент q множество это единственный элемент q из множества v такой, что f от q равно p. в х из до Вот это определение обратного отображения. Для данного P мы определяем, что такое F-1 от P. Как мы это определяем? П нам дано, и для данного P из W мы ищем элемент Q, ищем такой, что F от Q равно P. Для данного P мы ищем элемент Q, такой, что F от Q равно P. Он точно есть и ровно один. Он есть и ровно один, и мы говорим, что F-1 от P, это есть вот этот элемент Q. Вот определение нашего обратного отображения. Проверьте. И тут, смотрите, это определение использует тот факт, что F объективно. Здесь говорится, что для любого P существует единственный элемент Q, такой, что F от Q равно P. Это как раз и говорит о том, что F объективно. Именно благодаря тому, что F объективно нам и удается вот так вот определить F-1 от P. То есть, обратное отображение определено только для объективного F. И обратное отображение для данного отображения f объективного определено обратное отображение. И обратное отображение для любого всегда является объективным тоже. f объективно, f минус 1 тоже объективно. Это, в общем-то, очевидно, но для опыта вам полезно это проверить. у нас f у нас объективное отображение мы хотим определить что такое f минус первой значит нам нужно для любого элемента p из w нам нужно определить что такое f минус первой от p это должен быть элемент множества в у нас f минус 1 действует из w в в значит нам нужно для данного p найти определить что такое f минус 1 от p мы определяем мы значит f минус 1 от p мы говорим что это единственный элемент q такой что f от q равно p для данного p мы ищем q мы ищем q такой что f от q равно п такой для данного п такой q существует и единственным именно потому что f объективно и вот тогда мы кладем говорит что f минус 1 от p равно п по определению я бываю что с первого раза они не сразу заходит но продумайте возьмите там какой-нибудь не комикам любите конечное множество тут же нет это факт просто про объективное отображение возьмите множество в и w пусть они будут каждая из трех элементов нарисуйте какой-нибудь объективное отображение и посмотрите как как будет действовать обратно и тогда для любого объективного f минус 1 тоже объективно это следует просто из в общем легко вывести из определения проделайте самостоятельно такое несложное но полезное упражнение по изучению отображений а вот теперь докажем что значит f минус 1 образление f минус 1 берег титул докажем что оно линейно далее давайте докажем мы берем любые вето Для любых В и любого числа лямбга нужно доказать, что Ф минус первой от У плюс В равно вот такому. А также Ф минус первой от лямбга У, равно лямбга Р минус первая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, это элемент… давайте по определению… Субтитры создавал DimaTorzok Да нет, давайте так сделаем… смотрите… Это элемент… запозначим этот элемент… Субтитры создавал DimaTorzok П1… он лежит где? Субтитры создавал DimaTorzok Давайте лучше КО 1 сделаем… А что? А… нет… А… А… КО 1… КО 1… Это КО 2… А… Ну… ПОТЯ НЕЛОЧЕ ДУБЁЕ БОЛЕЕ ПОДПИСЯ Используйтесь, чтобы будет более понятно… Сейчас… А… Вот это будет у нас Q1, Q2, а это будет у нас S. Вот эти все элементы S, Q1, Q2, они где лежат? Нужно доказать, нужно доказать, что S равно Q1 плюс Q2, так, да, смотрите, поскольку F инъективнул, достаточно доказать, что F от S равно F от Q1 плюс Q2. Да, F от Q1 плюс Q2. Да. Почему? Как вы считаете? Понимаете, почему достаточно именно это доказать? Смотрите, F от инъективное отображение, так, поэтому если взять два разных элемента из множества B, то оно их отобразит в разные. Да, если F инъективное, поэтому если взять два разных отсюда, то их образы будут разными в W. Поэтому, значит, вот у нас два элемента. Мы сравниваем элемент S и элемент Q1 плюс Q2. Мы хотим доказать, что S равно Q1 плюс Q2. Достаточно доказать, что F от S равно вот этому, поскольку если S не равно вот этой сумме, то тогда, применяя F, мы получили разные элементы. Так что достаточно действительно доказать вот эту, и давайте же докажем. Значит, F от S, что такое? Это S у нас вот, значит, F, это F от F минус первой от U плюс V, а это, это равно, тут у нас пока вопрос, а это у нас F от F минус первой, от U плюс F минус первой от V. Вот. Нужно доказать, что вот это равно вот этому. Ага, значит, давайте вот это вообще чему равно? Как вы считаете? U плюс V. Значит, мы берем какой-то элемент U плюс V, к нему применяем F минус первой, а потом F, это значит, мы остаемся на месте, потому что композиция F и F минус первой есть тождественная. Значит, тут будет U плюс V. А здесь, а тут мы воспользуемся линейностью, F линейно, или F применяется к сумме здесь. Получается, F применяем к каждому влагаемому, и тогда это и есть что? У. 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 А это V. Ага, тут U плюс V и тут U плюс V. Равенство получилось. Давайте аналогично сделаем эту. У нас F минус первой от лямбда U равно с вопросом лямбда F минус первой от U. C... Мы тогда вот этот элемент обозначим A этот B. Они у нас в деле зад. В нужно доказать, что А равно В, опять же, поскольку F инъективно, достаточно доказать, что F от А равно F от В. Если А не равно В, то F от А не равно F от В, поэтому достаточно доказать, что это А равно В. Вставляем, это будет F, это есть, F от F минус 1 до У, и я отвечу Муравля. А это есть F от лямбда F минус 1 до У. И вот, и тут мы снова пользуемся линейностью. F линейно, поэтому лямбда можно минвести вперёд. Лямбда выносит вперёд. Получается здесь F от F минус 1 от У. Вот так. И это, и вот эта штука есть что? Лямбда выносит на У. Вот это, да, вот это есть F от У. Получается лямбда У. Ага, здесь лямбда У, здесь лямбда У. Лямбда У. Вот видите, что не так сложно, не так страшно. Очень как бы простое доказательство, но тренирует вот так. Новые нейронные связи в области мозга, ответственные за изучение отображений, которые вы потом сможете применить из других вопросов жизненных. То есть тут вот некое рассуждение, можно задаться вопросом, а где мы это, когда нам это пригодится? Во-первых, может и это реально пригодится, но более важно, что у вас от таких вот рассуждений у вас новые нейронные связи появляются, которые можно потом применять в самых разных заданиях. не только по математике. вне, не только поясника, но и пояснилась. Теперь мы снимем многое, что будет. Ага. Некольчак. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Внецправление. Продолжение следует... 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 Вот это самое ответственное отображение Е, примененное к элементу А, надо определить. И самая простая в мире формула. Просто пишем А. Вот такое отображение. Вот, значит, ну, проверьте теперь, что оно... То, что если S-векторное пространство, то ответственное отображение является изоморфизмом. Так вот, замечание я сказал, что есть изоморфизм из РМ в РМ. Например, тождественный. А вот, кстати, вам задание нетривиальное. Придумайте какой-нибудь другой. Ну, простое, но все-таки подумайте. Какой-нибудь другой изоморфизм из РМ в РМ. Нет, не тождественный. И много разных. Попробуйте, попробуйте. Ну, давайте я даже и скажу. Пусть векторы, как столбцы, рассматриваются. А можно я попробую? Да. Вот, как-нибудь упорядочим вектора РМ и любую перестановку их возьмем. Правильно, прекрасно, хороший пример. Но, значит, я могу предложить более огромнейший класс примеров, на самом деле, которые все вообще исчерпывают. Такой. Пусть эти векторы, это столбцы и это столбцы высотленные. Возьмем, возьмем, возьмем какую-то, возьмем фиксированную матрицу, обратимую размера М на М. Матрицу какую-то А, М, А большое. Ну, давайте, давайте я даже это пущу, поскольку такой, например, хороший. Пусть эти векторы. Продолжение следует... Продолжение следует... Пример такой... Пусть у нас А большое... Обратимая МММатрикс. Мы построим... Мы рассмотрим вот такое отображение... ФА... Из РМ, ВРМ... Берём вектор... Столбец... И мы... Надо определить, что такое... ФА от У... Я думаю... Это мы, кстати, уже делали... Давайте вспомнимайте, что это будет... Мы взяли... У нас есть матрица... Размер М на М... И вектор столбец... Нужно построить... Вот так вот... Эта штука тоже должна быть... Столбцом высоты РМ. Это матрица А умножить на У... Матрица А умножить на У... Матрица А умножить на У... Вот... Эта тоже... Высторбец высоты РМ. ФА... Изоморфизм... То есть... Для любой... Матрицы... А... Фиксированной... Обратимой... Вот это отображение ФА... Является изоморфизмом... И вот... Ваш пример... Вот... Хорошая задача... Вот... Вы предложили замечательный пример... А теперь... Придумайте матрицу А... Такую... Чтобы ваше... Из ваш изоморфизм... Имел вид именно такой... Для случая... Допустим... Для простоты... Возьмите вначале... Э... Р2... М равно 2... Вот... Возьмите... М равно 2... И вы предлагаете перестановку компонент... Сделать... Да? Там... Вектор высоты 2... И вы предлагаете перестановку компонент... А вы теперь вот... Найдите матрицу А... Такую... Что ваше отображение... Имеет вид именно такой... Для этой матрицы А... Подсказываю... Что в матрице... Элементы будут... 0 и 1... Только... Нули и единички... Но надо их поставить... В нужные места... Вот... Хорошо... Значит... Подумаем... Как выглядит обратное... Обратное... К нему... Будет каким... Отображение... Как вы думаете... Обратную... Матрицу... Умножим... Это будет... Обратение... Ф... А в минус 1... То есть... Из... 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 То есть... То есть... Докажите... Сами... Докажите... Докажите... Из... 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 Для... Моего... Случай... Получится... Матрица... У... Который... Везде... Нули... Но... В каждой строке... Есть... Матрица... Размера... 2 на 2... Пока... Ну... Вообще... Правильно... Да... Ну... Подумайте... Какая... У... Которая... Движена... Ваша... Знаете... Для единичной матрицы отображение будет тождественным... Поэтому... Значит... У вас должна быть не единичная... В общем... Закажите... Вот сейчас... Сейчас сами докажите вот эту строчку... А я тут пока... Чтобы... Это... Поехал... Вот... Что же пусть... Поехал... У... 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 Продолжение следует... 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 У которого нитоя компонента равна 1, а остальные все остальные равны 0. Допустим, давайте сделаем пример, пусть у нас P равно, у нас вектор из КП, а это РП, я в конспекте КП, в конспекте вот эта большая К, это поле, а у нас почти поле берется множество веществ к числе. П, допустим, равно 4, а I равно 2, вектор тогда угла, каким будет строка, допустим, пусть он строка. Скажите мне, какая получится строка? 0, 1, 0, 0. Да, значит, у нас у Итой, это вектор, у которого Итая компонента равна 1, остальные компоненты равны 0. Значит, когда у нас P равно 4, строка длины 4, вторая компонента равна 1, остальные 0, то есть 0, 1, 0, 0. Векторы, я утверждаю, что вот эти векторы, Q1, Q2 и так далее, КП, линейно независимы. Давайте сделаем это для, в случае, для своей работы. Таким. Это для нашей работы. П равно 3 у нас, давайте выписываем вектор q1, какой будет. П равно 3, я хочу выписать векторы q1, q2, q3. Каким будет вектор q1? 1, 0, 0, 0, 1, 0. Нет, q1 пока что, q2. У1 докажем, что они не независимы. Ищем линейную комбинацию. И надо доказать, что все лямбды равны 0. Итак, у нас три вектора. Хотим доказать, что они линейные независимы. Пишем их в произвольную линейную комбинацию. Нужно доказать, что такой и равный 0. Нужно доказать, что из этого следует, что все лямбды равны 0. Давайте, вот векторы-то мы видим, да, вот они выписаны. Давайте вот эту левую часть просто вычислим. Мы же умеем лямбды умножать на такие векторы и выкладывать. Вот эта левая часть, чему она равна? Такая левая часть является строкой длины 3. У нас здесь, в этом примере, все векторы строки длины 3. Этот 0, это тоже строка длины 3. 0, 0, 0. Вообще-то. У нас здесь строки длины 3. И вот эта штука тоже строка длины 3. Давайте ее первую компоненту вычислим. Лямбда 1. Да, значит, вот здесь будет первая компонента лямбда 1, а здесь и здесь не будет первой компоненты. Потому что здесь 0 стоит, здесь 0, поэтому здесь нету первой компоненты. А здесь единичка умножить на лямбда 1, получается лямбда 1, это первая компонента. А теперь вторая компонента. Лямбда 2. Кто вносит вклад, значит. Этот вектор не вносит вклады во вторую компоненту, этот вносит. Вот единичка умножить на лямбда 2. а здесь нету 0 умножить на лямбда 3, значит, остается лямбда 2. И, наконец, третий компонент — лямбда 3. То есть вот эта вся левая часть равна просто лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3, и это все равно нулевой строке, следовательно, все лямбды равны нулю. Такое вот простое доказательство. Это, значит, мы делали в случае ПРа внутри, но ясно, что оно работает и для произвольного П. Вот эти векторы линейно-независимы. Вот. Дальше. F. Значит, F у нас изоморфизм, значит, F линейно и объективно. Так? F изоморфизм, то есть F линейно и объективно. А объективно — значит, инъективно. значит f линейно и инъективно а вот значит если у нас я хочу что-то вывести про векторы я применяю f к вот этим векторам линейно независимым f от q1 f от q2 f от qb я хочу показать что эти векторы линейно независимы и это я хочу сделать с помощью каких-нибудь теорем доказанных вырвало ли у нас такой смотрите по моему что-то было тюрьму мая Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ну, значит, смотрите, мы сделали, итак, что мы сделали, мы рассматриваем, вот это доказываем, предположили, что F такой вот изоморфизм, доказываем, что P равно больше F, что P равно M, предположим противное, что P не равно M, и тут мы рассмотрели случай, когда P больше, чем M, а сделали замечание, что если наоборот M больше, чем P, то те же рассуждения для вот этого изоморфизма. Вы теперь понимаете, что делать, если M больше, чем P. Давайте для тренировки сделаем путь. Мы рассмотрели случай, когда P больше, чем M, и пришли к противоречию. А теперь пусть M больше, чем P, тогда мы рассматриваем векторы, аналогично делаем, тогда у нас, тогда предлагается рассмотреть изоморфизм F минус 1 из РМ в РП. И мы тогда рассмотрим, тут мы делали векторы куитое, а теперь куитое с волной. Аналогичный вектор уже, у итое были в РП, а тут у нас будет ВРМ. Питая компонента равна 1, а остальные компоненты равны 0. Итак, давайте встречаем. Спасибо. 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 такой вот такие векторы тогда значит уитые что у нас получается уитые у 1 с волной у 2 с волной и так далее до скольки их будет сколько их штук будет м они линейно независимы и мы тогда значит тогда снова по теореме 2 вектор и мы вот теперь вот это такое с минус 1 тоже и 1 из морфизма цена линейная инъективно можно его применять с минус 1 1 1 с волной тоже линейная независима они лежат пространстве rp не там линейно независимы какое же будет противоречие можно ли из этого какой-то противоречие вывести это невозможно смотрите здесь мы имеем если мы имеем ма линейно получаем м линейно независимых инвесторов независимых инвесторов rp при этом предполагаем что м больше п это невозможно поскольку 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 м больше так вот мы так сказать совсем подробно разобрали на этом таком так 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 Продолжение следует...